Приветствую, друзья! Когда 33-летняя жительница Лос-Анджелеса Сэм Шрайбер попыталась расплатиться наличными за услугу укладки волос в салоне красоты, это привычное для большинства современных людей действие вызвало недоумение у сотрудников и администратора заведения. Похожая ситуация возникла и у офисной работницы из Вирджинии Жаклин Бестон, посетившей кафе Sweetgreen во время своего обеденного перерыва. Когда она собралась рассчитаться за заказ, кассир сообщил ей, что банкноты больше не принимаются. Друзья, похоже, что весь мир стоит на пороге электронного концлагеря. Именно об этом пойдет речь в сегодняшнем видео. Мировое правительство мечтает загнать все неуничтоженное население Земли в электронное рабство. Единая мировая цифровая валюта с одновременной отменой наличных денег – это идеальный рецепт для закабаления человечества. За последние три года целый ряд центробанков сделал сенсационные заявления о том, что они собираются выпускать криптовалюты. Например, такое заявление в начале 2015 года главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн. В начале прошлого года председатель Народного банка Китая Джоу Сяучань рассказал о том, что НБК готовится ввести цифровую валюту, отметив, что она будет отличаться от биткоина и других криптовалют, а ее выпуск и обращения мало чем будут отличаться от традиционных валют. Сообщение о планах введения национальных криптовалют денежными властями различных государств порождает огромное количество вопросов. Прежде всего, зачем вообще нужны национальные криптовалюты? И стандартный ответ всегда сводится к следующему. Мы не можем эффективно бороться с частными криптовалютами, поэтому вынуждены пойти на создание официальной криптовалюты, которая призвана стать альтернативой биткоинам, эфириумам и другим частным цифровым деньгам. Но дальше начинаются более сложные вопросы, на которые денежные власти уверенно и членораздельно ответить не могут. Прежде всего, вопрос следующий. Что должно стать основанием для большей конкурентноспособности официальных криптовалют по сравнению с частными? Таких оснований, как выясняется, нет. Более того, национальная криптовалюта будет неконкурентно способна. Почему? Во-первых, потому что в различных странах предполагается, что имитировать ее смогут центробанки. Частный майнинг будет исключен. А ведь именно майнинг криптовалюты для многих является самым привлекательным ее свойством. Частные лица могут получать эмиссионный доход, который традиционно получали и получает центробанки. Во-вторых, потому что в системах официальной криптовалюты исчезнет пиринговая архитектура сетей, которая присуща частным криптовалютам. Проще говоря, все участники операции находятся на одном уровне, все равны. Здесь появляется в вертикале в виде центробанка, который будет осуществлять управление и контроль в сфере обращения официальной криптовалюты. Горизонтальная денежная демократия заменяется на вертикальную денежную диктатуру. В-третьих, официальную криптовалюту нельзя даже назвать таковой. Свойства, связанные с первой частью термина крипто, исчезают. Это просто официальная цифровая валюта. В ней нет того преимущества, которым обладают биткоин и другие частные цифровые валюты. А именно они обеспечивают анонимность участников операций. Правда, как сегодня становится очевидным, даже частные цифровые валюты не могут обеспечить такой анонимности на 100%. Более того, при желании любого участника операций в мире частных цифровых валют можно вычислить. А уже в системах официальных криптовалют предполагается полная прозрачность. Для центробанков никаких анонимов по определению быть не может. Создание и функционирование систем национальных цифровых валют в отдельных странах будет координироваться, после чего будет происходить их сближение, а кончится все созданием единой мировой цифровой валюты. Ее эмиссия и контроль будут осуществляться из единого центра, который условно можно назвать мировым центробанком. Ныне действующие центробанки отдельных стран смогут сохраниться на правах филиалов. Фактически будет создан мировой электронно-банковский концлагерь, где каждый человек планеты будет под контролем всевидящего ока. Оруэлл нарисовал картину идеального концлагеря, в котором были строго регламентированы не только поступки каждого гражданина океании, но даже его мысли. А кто такой большой брат? О нем граждане океании почти ничего не знают, на людях он не появляется. Известно лишь, что он единоличный лидер государства океания и правящий единственной политической партией Ангсоц. Думаю, что за кулисами большой политики хозяева денег дорабатывают план своих дальнейших действий, цель которых предельно проста – стать владыками мира. Из хозяев денег они мечтают превратиться в полноправных хозяев мира. Более трех десятков лет просуществовала Бреттон-Вудская валютная система. На смену ей пришла Ямайская, которая к настоящему времени уже существует четыре с лишним десятка лет. Мир на пороге новой мировой валютной системы. Эксперты говорят, что это будет мировая система, основанная на цифровых валютах. Это так. Но в конечном счете это будет одна цифровая валюта. Наличные деньги в мире такой цифровой валюты окончательно исчезнут. Зато появится блокчейн. Это будет планетарная видеокамера, которая будет контролировать каждый шаг обитателя электронного банковского концлагеря. Предупрежден – значит вооружен. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте пальцы вверх. Всем пока!